Все, спасибо, отлично. Итак, добрый вечер. Олег, тогда, пожалуйста, с тебя вводное что-то доброжелательное в настроение. За честь, да? За честь, да, хорошо. У меня тут много открыто разных текстов, вот разных комментариев к Крюшавати и Упанишату. И вот тогда, пожалуй, я какую-нибудь эту самую какую-нибудь, скажем так, мангала-шлоку к Упанишату зачту. Вот то, что самое близкое. Вот. Ага, вот замечательно. Вот это фрагмент из комментариев Виданце Дешики, такой вишнуистский автор, да? Вот, Пишавасию Упанишат. Вот. И вот он как вот начинает. Чриман венкатанар тага, твачит. Артика кейсари. Веданта чареварьяме. Санидди там, сада греди. Ена авасьямидам сарвам. Четана, а четанатмакам. Вишутга садгунаугам там. Васудэвам упасмахе. Сарвишенаха. Сахаджам. 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 Альмахима. Сарвабутан. Таратма. Шарвандошан. Свайам. Атхитапад. Сарвавиджай. Каведьяха. Кармадьякша. Калущаманага. Копимукто. Убха. Бхоггяга. Сидгаупаях спурати. Пуруша. Ваджинам. Сангитаты. Ишавасямидам сарвамитиади. Тат анучяты. Сищампрати гурур этот. Брахмавидья анучасана. Так он вводит. Как полное собрание сочинений Ленина. Прямо вот так вот. Да, да, да. Вводит в тексту Панишан. Заметьте, что он как бы в этих стихах обыгрывает, вот, собственно говоря, первую шлоку, первый стих ее. Ена авасямидам сарвам. Тем, кем охвачено это все. Четана, четанатмакам. Живое, неживое. Сознательное и бессознательное. Вещудра сагуновгам. Ну, тот, кто чист и наполнен всеми качествами благими. Та там васудэвам у пасмаге. Того васудэву мы почитаем. Хотели что-нибудь более музыкальное? Вот не такое заумное, заунывное... Это я просто прочел. Много, а чтобы вот еще вот все-таки настроение. Это какое-то настроение, я не знаю, повесится, вот, значит. Это я прочел, как бы нараспев, чтобы было, ну, как бы слышно звучание. На самом деле это поется, это поется в штихе. Да, ты вот можешь вот как-то повеселее, что ли, вот, чтобы вот... Да, чтобы это повеселее прозвучало? Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот это вот так начинается. Сколько манер, Олег, ты как бы можешь воспроизвести? Вот у уши, у нее в наборе три. Вот у тебя, судя по всему, минимум две. Нет, можно вот, например, второй стих, он вполне тут ложится, я даже сейчас сходу не скажу, какой тут размер. Вот, например, вот, можно другой. Субтитры сделал DimaTorzok. О, можно так. Значит, почему, Олег, мы хотим поговорить об именно этой Упанишаде? Ты мне расскажи. Ну, во-первых, она одна из самых кратких. Это основное ее достоинство. Да, 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 да. Она легкая по своей относительной грамматике. Ну, в общем, по большому счету все Упанишады, они легкие по своей грамматике относительно. Вот. А во-вторых, она идет первой среди всех Упанишад в списке. И она идет в последней, вот, как говорится, Веданта, конец Вед, да. Вот. Она вплотную примыкает к одному из изводов Яджур-Веды. Вот. Просто включена в текст Самхита. Это последний ее, как бы, гимн, последняя глава. Поэтому, собственно, это Упанишады Яджур-Веды очень важна. И в ней дается, как бы, и эзотерическое знание. Ну, все Упанишады эзотерические. Ну, в ней вот дается такое очень важное понимание таких основных трендов, как знание недвойственности, знание проявленного и непроявленного. То есть, как бы, фундаментальные базовые понятия, от которых все... Хотя тут ни разу не произнесено слово «брахман». Вот. Тут здесь как раз об этом сам Брахман и говорится. На него указывается. Поэтому... И при этом это часть ведического канона. Ну, и все Упанишады часть ведического канона. Это просто вот... Прям не просто формально принадлежит к ним. Потому что большинство Упанишад, они, да, относятся к той или иной Веде, но они уже где-то там далеко стоят. То есть, каждая веда, она состоит из самхиты, сборника, парахманы, араньяки и Упанишады. Упанишады, ну, как бы, примыкают уже, они, как правило, к араньякам, они входят в тех сторонах араньяк, да, лесных лиц. Вот. А это прямо вот часть самхиты. Так, хорошо. Значит, самое коротенькое. Почему он называется Иша? Иша, а... Это в смысле еврей такой смысле, как есть Моиша, бывает Иша. Не, а Иша, кстати, сказать, вот тоже это интересный момент. Иш, а на еврите значит мужчина. Муж. Да, а Иша, жена, женщина, разница только в одну голосовку. Вот. Ну, Иша Владыка. И... Здесь Иша, а... Здесь же А долгое, да? Здесь же у нас как бы Иша, а не Иша, да? Да, 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 да. То есть у нас как бы там, если мы догонадки не раскроем, то там будет долгое. Двойное значение. Двойное значение. Вот, кстати сказать, комментатор шактиский, он здесь говорит, вот долгое, ну, значит, потому что о шахте говорится, о великой богине матери, а не шахте. Вот. Хотя на самом деле здесь просто чисто такое грамматическое явление, которое, в общем, обыгрывается. Ну, то есть взял творительный падеж и решил, а раз долгота, значит, давайте расскажу еще, где бывает долгота. Индусу много не надо, так сказать, тем более философу. Дали долготу, ну все, женщина. Да, да, да. Она такая пышная, значит, вся такая, вот прям вообще. Дай ему А долгую просто, да, ему много не надо. Да, да. А вот сама Упанишада, ну, по первым словам называется, поэтому другое название Иши Упанишад, Ишавассе Упанишад, то есть по первым словам. То есть так же, как название Кена Упанишад, тоже по первым ее словам. Кена Упанишад начинается. Кенэши там патати, прэши там манага. То есть, на самом деле, эти названия, это просто некоторое удобное название, но на самом деле в самом тексте не сказано, что вот сейчас пойдет Кена Упанишада. Да, 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 да. Она просто идет. Она идет, и это первые слова, и грубо говоря, там на полях написано что-нибудь типа там Ке Уп, что-нибудь такое там, но там нету. Там нету вот, вот эта стопка называется Иша Упанишада, а эта стопка Кена, она просто вот потоком идет. Да, потоком в Самхите, в Самхите, в Шруте, да. То есть, как бы, где начало, где конец, иногда непонятно. У многих гимнов, которые вот фиксируются, допустим, в такой жреческой литературе, вот, у многих у них, они тоже вот так вот маркируются определенными вот такими вот названиями по первым словам. Например, там гимн, там, Манастокия, Танайе, вот Курудри обращается, Манастокия, Итиадия и так далее, Манастокия, вот, Гимн Кречи там называется Вагамбрини, вот. И вот в жреческой литературе, когда они там вот составляют вот эти требники, подхати там разные, вот, они их не выписывают эти гимны целиком, а они пишут Вагамбрини и так далее, вот. Вот, а здесь там, ну, как в требнике, вот, в православном, придите, поклонимся и так далее, там, вот. Я просто к тому, что вы не ведитесь на название, в смысле, если написано Иша Упанишада, это еще ничего не говорит, в смысле, в той же книге Ликушиной названий много, но тем более русские названия часто не соответствуют санскритскому тексту, поэтому не ведитесь на название. Название обманчиво, а в данном случае, на самом деле, в самом тексте, как бы, нет этого названия, ну, в смысле, название вторичное, на самом деле. Да, да, да. Получается, оно немножко искусственно. Искусственно, поэтому либо Иша Упанишад, либо Иша Васи Упанишад. Ну, поэтому, на самом деле, даже те же басни, да, у них же тоже нету, на самом деле, названия, у них есть номер, катха, пятая, катха, девятая, у них нету официального названия. Название, это для нашего удобства, для нашего называния, а в самом тексте, когда он идет сплошняком, нету названий. Так. И то же самое с этими Упанишадами, на самом деле. Угу. Это заманука, это название. Хорошо, значит, Иша Упанишад. Кто может грамматически, Мария, разобрать? Ты наверняка уже думал над тем, как это раскладывается, следовательно, у тебя есть свое мнение. Что про что? Иша Упанишад, что означает, в смысле, это сочетание букв? Ну, Иша... Ну, как ты находишь название, в смысле, о чем это? Ну, Иша, только что Олег говорил, это владыка, там бог... Да, но владыка в каком падеже? А, ну, то есть, сейчас... Основа какая, получается, у владыки? Иш... Сейчас, но у нас О, оно, это результат А и У, правильно ведь у нас? Подожди, а где ты хочешь взять сейчас О? Ишо, и, ну, Ишо Панишад, мы же разбираем, рассанхируем. Ища Ва, подожди, и у нас Ища Ва. Ища Вася, а, мы берем Ища Вася, это по книжечке? Ну, по книжечке, да. А ты хотел, в смысле, второй вариант, который Олег называл? Я не знаю, я просто видела частенько, просто Ишо Панишад. А, что Хай, Ишо Панишад? Да, ну да, да. Да, я просто это имела в виду, а мы хотим, ну, по книжке там Ишавасия, да? Да, по книжке Ишавасия. Ну, а, я что-то такое слышала, что это, что это, то есть мы сейчас слово Ишавасия, да, только берем? Ну, в смысле, название, мне интересно, как вы понимаете название? Ну, как бы Ишавасия, оно напоминает существительное от глагола иного корня вас, обитательство. Ну, конечно, да, конечно. Соответственно, существительное, которое, получается, от вас, скорее всего, склоняется в генитив, да, в Асия, то есть, получается, в Аса, наверное, да, получилось? Ну, тут мы сразу про генитив можем, ну, в смысле, скорее всего, да, но на самом деле, ввиду того, что это нечто от глагольное, там, может быть, и суффикс какой-нибудь такой, то есть, как бы, сразу мы не можем, ну, в смысле, это опасный путь. То есть, какую ты хочешь, какую ты основу видишь? Иша, второе. Ишавасия, корень. Корень-то, да, ну, просто слово. А, основа? Если основа, то я знаю только, на меня это смотрит только как генитив, но... На как генитив от какого слова? Конечно, производного от вас, но какого? Я не очень хорошо понимаю, я не очень хорошо знаю, как от глаголов, какими разными способами образуются существительными, но, например, если глагол у вас, прежде всего, суффикс А, получится ВАСА. Ну, типа того, например, да. Но мне надо сходить в словарь и уточнить-то вообще так, так делается глагол у вас. Алия, значит, мы открыли Ишава Панишаду, и мне интересно, как вы понимаете название. То есть, вы наверняка слышали это название еще до того, поэтому, ну, что-то имейте в виду. Давайте посмотрим, что есть такое слово у вас. То есть, каждый из вас, просто у вас, мы умеем уже пользоваться словарями, да, ведь? Вы же опытные, да? Соответственно, мы можем открыть словарь и посмотреть, а что же это означает. Ну, вот есть, у Маньера есть, у васа, и это означает... Интерфейс, которым мы пользуемся для словарей, это, собственно, режим Simple в Input, и слова Мония и Вильмис по умолчанию, и вот мы ищем что-то, что сами еще не знаем, чего мы ищем. Мы ищем глагол вас? Вас, с васом все просто. Вас мы и так знаем, тем более Лихушина его дает. Нам бы интереснее понять, что от него образовано. Существительное у вас присутствует, означает оно обиталище, или как это по-русски будет, резиденция, жилище. Жилище, допустим, да, хорошо. И если заканчивается мужского рода или neutral на короткую А, то это мог бы быть генитив чего-то. Хорошо, расскажи все, что ты можешь вот о тех частях слов, которые входят в это название, а потом уже спросим Олега, что он об этом подумал. Я могла бы еще предположить, что если это одно слово ища-васия, то это может быть компаунд. Это компаунд. Основа приделана к склоняемой второй части. Если она в генитиве, то это какой-нибудь генитив, татт-пуруш, и что-нибудь такое. Не спрашивайте, как это перевести. Хорошо. Дальше. Что такое панишада? С чего она складывается? Где корень, где приставка? Это же мы же много раз говорили. Сидеть снизу... Ну, повтор, мать учения. Я смысл могу... Ну, в смысле, хорошо. Корень, значит, УПА, приставка... Да, секунду, там было же, было поинтереснее, секундочку. Там было два корня, как сейчас помню. Нет, корень там один. Две приставки. Две приставки. Ну, значит, какие? Значит, НИФ вторая приставка. НИШ. Нет, 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 тогда еще уже останется. Подождите. НИФ-НИФ, НАФ-НАФ и НУФ-НУФ. Ну, давайте предположим. Это же очень простой глагол. Я не могу его вспомнить. Сидеть. Это он во всех йогах... Во всех йогах. И как же... В йогах есть. Сидеть. Как же звучит простой корень? УПА-ВИС, да, сидеть будет? УПА-ВИС, ты хочешь? УПА-ВИС, это занимать место свое. Как бы рассаживаться. А здесь, ну... Можно предложение сделать. Да, Олег. Вот в МОНИВИЛИМС ниш, ну, как значение из чего-то. То есть... Подожди, 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 подожди. Смотри, Аля, ты хочешь... Смотри, вот Залезняк рассказывал пример, почему УКРОВ не может быть в принципе. Он берет слово УКРАИНА и говорит. У этого слова приставка У. А основа какая? Край. 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 А ты теперь берешь УКРАИНУ. Оттуда берешь, грубо говоря, начало слова УКР и ищешь в словаре. Понимаешь, да? Конечно, в санскрите ты что-нибудь донайдешь. Из 200 тысяч слов непременно что-нибудь донайдется. Тем более из двух-трех слогов. В смысле букв, то есть... Нет, тут надо осторожно. Вот, я придумала. НИ будет указывать на НИС, потому что это же снизу сидеть. А ИЩ будет глагольным корнем. А ты хочешь, подожди, корень ИЩ здесь найти? Нет, не хочу. Я бы на что сидеть, но не могу. Я не помню. Не получается, да? Как сидеть? Первая приставка какая здесь? Тут без вариантов, да? УПА. Первая УПА, да. Вторая. Открываем список. У кого есть Лихушина, там есть список глагольных корней в конце, в конспекте Злезняка. И сразу после конспекта есть список приставок. Какие вообще бывают? Это страница 323, называется «Привербы». Какие бывают? А как насчет слова «шад», которое как «сидеть»? То есть у нас тогда получается сидеть, если мы УПА около, то есть сидеть, сидение около. Вот уже, да, вот Алия, конечно, уже набрела на верный истинный путь, да. Значит, здесь какая приставка? Там есть две на НИ. Нашли? У Злезняка. Какая здесь подходит? Длинная или краткая? Ну, я бы разложила вообще на три, то есть УПА, НИ и ШАТА. То есть получается УПА около. Отлично. Хорошо. Хорошо. А ШАТ – это первозданное слово или это уже преобразованное слово ввиду Сандхи? Преобразованное. Преобразованное. А тогда, если мы снимем Сандхи, что останется? Здесь церебрализация С. В конспекте это третье правило. Это руки рул, да, получается? Это САТ, получается. Да, получается САТ. Значит, АТ, Т, буковка Т, в конце, она не всегда была Т, а изначально была Т. На Д, на звонки просто нельзя. Да, у них запрещено в санскрике танчивать на такое. Д, Д. И, соответственно, корень был САД. САД. Ну что, Олег, в правильную сторону? Правильно, правильно, да. Похоже. На русском языке есть целая книга, написанная в сочетании этого корня с приставкой НИ. Написал ее Романов, переводчик Шатапата Брахмана. Вот, книжка занятная, вполне академичная, интересная. Зачем он написал? Зачем? Это была его PHD? Нет, это не его PHD, PHD у него другой был. Но порыв, упанишадное рвение, скажем так, души. Да, ну, собственно, вот обо... Да, это редкое явление, когда об одном корне пишут книгу. На самом деле, в мировой санскритологии я не так много книг могу привести. Есть, но все равно. Потому что оно, в общем, для этого культа важно, это вот, как бы, правильно сидеть, хорошо сидим. Вот. Поэтому там очень много слов, которые так обыгрывают. Паришат, упасат, нишат, там это все там встречается. Ну вот, паришат это вот собрание, упасат это вот приближение, там, подсаживание. Ну вот и упанишат тоже из этого, из этого разряда. Так, еще раз книжка называется. Автор романов я не смог сразу сейчас найти, она у меня выкладывалась, на самом деле, просто... Автор... Главное, запомнить фамилию Романов, а все остальное уже вторичное. И он недавно умер, где-то пять лет тому назад. Ну, собственно, его основная заслуга – это перевод отрывка Шатапатабрахмана на русский язык. Да, да, да. Марсис? Саша, чуть громче, ты, как обычно, с микрофоном дружишь, поэтому... А можно эту книгу «Сад», то, что про глагол «Сад» использовать как обзорную для работы с любыми глаголами? Не могу так сказать, но она хорошо написана, поэтому она легко читается, поэтому просто это интересно, как бы, если у понишатых чем-то вас привлекает... Ответь на одном примере, как бы, возможности работы вообще с глаголами. Нет, там таких технических особо моментов нету, то есть, как бы, если тебе интересно все комбинации того, что можно сделать с одним корнем, то ты там это, пожалуй, не найдешь. Там, скорее, человеческим языком написано, с философской точки зрения во многом, с разными примерами жизни. Вот, поэтому... То есть, можно, скажем, взять тот же корень, не знаю, вас, да, и ты хочешь посмотреть, какие у него бывают там суффиксы, какие приставки, что с ним можно сделать? Да, прямо напичкаю в разных... Самый напичканный корень, корень кар, корень кар имеет 89 разных форм, то есть, если ты хочешь загрузиться, я могу тебе загрузить корнем кар, и самое не могу. Ну, и сад, вообще-то, как бы, очень важен не только сидеть там, а существовать, быть, находиться. Вот, поэтому очень важная мантра одновременно и в Ригведе, и в одной из Упанишат, в Катхике Упанишат встречается. Она произносится в других, значит, как бы, обрядах и ритуалах, вот, и звучит так. То есть, вот этот хамса, это солнце, которое пребывает в высшем небе, гость в доме, как бы, уже жертвенный напиток в сосуде, он, который в горах, он, который в воде, он, который в законе, рита Аджи Годжи, рита Адриджа, великий закон. И здесь, кстати сказать, в этой же самой Упанишате, в Ишавасе впервые, о хамсе, о солнце будет сказано. Ну, не впервые, но очень важный такой, как бы, стих там прозвучит. Сущий. Ну, корневую тему мы так просто не отпустим. Откройте 323-ю страницу, корень сад, в русском языке, к какому слову родственным? Есть. Нет. Ну, точнее, конечно, не родственные, но есть еще другие производные. Можно еще вопрос? Я где-то встречала, я не помню где, что Упанишада, это как переводится еще, ну, точнее, трактуется как как-то устранение невежества через передачу знания о высшем. То есть, ну, какую-то такую формулировку я встречала. Это, получается, как вольное толкование просто. Ну, ты хочешь спросить, есть ли тут грамматические основания для этого? Да. Ну, может быть, Олег их видит, я их не вижу. Я тоже не вижу. Открывай на голову. Ну, конечно, этот текст эзотерический, поэтому грамматика, конечно, не единственный пласт прочтения, но изначально все равно мы отталкиваемся от нее. Да, иначе мы можем как бы утонуть. Иначе мы можем не вернуться, да. Итак, значит, кто нашел соседа? Сосед, там привязываться можно еще с садом. Сосед, да, и сид, английское сид. То есть, собственно, ну, то есть, такое крепкая, развернутая, родственная группа слов сосед. Кстати, тоже интерес. Да, сосед с приставкой. Соседит. Соседит, да, соседит. То есть, тоже такое интересное параллель, да. Сосед, как бы, соседа мы воспринимаем скорее в отрицательном. В отрицательном ключе. А тут, как бы, ты присоседился, значит. Садат, сидение, собрание, совет. Да, да, да. Паришат, паришат. Почему я люблю словарь Фриша? Потому что он образован по корневому принципу. Это означает, что все приставки содержатся внутри, собственно, словарной статьи САД. Соответственно, мне интересно, с какими еще приставками не все корни. То есть, у нас сколько приставок, Олег, в санскрите? Сколько при вербах? Ой, не скажу. Ну, базовые наборы, это порядка 20 штук. По-разному считает, кто-то 19, кто-то 21, не суть. В общем, у нас не каждый корень встречается с каждой приставкой. Есть ограниченный набор. А перед некоторыми корнями могут быть сочетания приставок до пяти. До пяти приставок перед одним корнем. Так вот, эти сочетания ограничены. В санскрите 10 тысяч сочетания корней с приставками. 10 тысяч. Мони Вильямси 10500 сочетания корней с приставками. Корней, ну, грубо говоря, там 850. А с приставками комбинации, которые меняют значение достаточно радикально часто, уже 10 тысяч. Значит, давайте накроем корень сад, корень сад во фрише. Я сейчас сам тоже его открою. Мне интересно, с какими приставками он встречается сейчас. Раница 309. 309. Саша, ты просто уже лексикограф. Так, 309. Так, хорошо. Значит, ага. Раз, два, три, четыре. Ага, видите? И сочетание приставок тоже. То есть сад. Так, первый, значит, сад, сад, сад. Сидеть, садиться, падать под тяжестью чего-нибудь. Быть побежденным. Отчаяться, попадать в рабство. Так, а-сад, у-па-сад, ни-сад, пра-сад, пра-тя-сад, ви-щи-дати, са-ма-сад. Ну, собственно, все. Так, и получается, именно этого сочетания у-па-ни-шад во фрише нет. Ну, в смысле, он опирается на хрестоматию. Поэтому, если в этих текстах нету, то и в словаре нету. Но это не значит, что нету у-па-ни-шад. Ну, просто я к тому, что если вам интересно разбираться, а что же этот корень... Чтобы понять значение корня, полезно порой смотреть на производные слова. Вот Олег, надеюсь, согласится со мной, что иногда непонятен оттенок одного слова и другого. И чтобы его уловить, надо смотреть производные. Ну, и в частности, образованные от того же корня с другими приставками. И вот, в частности, поэтому мне нравится фриш. Потому что переносные значения, они не очевидны. Олег, вот ты, когда видишь корень, корень уже 500 раз уже видел. Но раз для тебя каждый раз очевидно значение в сочетании с приставками, или ты не брезгуешь проверить в словаре именно значение сочетания? Да, не брезгуешь, но еще контекст важно. То есть, получается, вы и в какой-то момент вы начнете угадывать, видеть эти составные элементы. Но это вам мало чем будет помогать, потому что их общее значение в этой комбинации отличается от значения отдельно взятых компонентов. Это то, о чем говорит Кричитгенов в сороковом занятии. Что не всегда от того, что ты видишь, ты понимаешь, что ты видишь. Даже зная составные элементы. А иногда разные приставки могут, в принципе, приставки разные, а значение слова примерно одинаковое. Ну да, просто приставка как заполнитель. Например, «адгигачхати» или «абгигачхати». Одинаковое значение. «Абгигачхати» или «адгигачхати». Но здесь, получается, все-таки имеют значение эти приставки. Здесь тот случай, когда они меняют. Да, здесь они имеют значение. Ну и они образовывают, ну вот, такое абстрактное понятие. Ну, расскажи, Аня, как ты видишь заголовок тогда? Хорошо, Марина попыталась. Я думаю, Мария попыталась, неплохо получилось. Но как ты понимаешь, что это такое перед нами? Перед нами, как называется, наречие. Признак предмета по действию. А теперь разверни. Вдруг Алия не поняла. Уже вечер, она уже устала. Мать троих детей, так сказать. Жара, Москва. Сам понимаешь, да? Выйти некуда особо. Вот. Ну вот, можно сказать, «проп...» 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 «да?» «Достигать» глагол. «Пропнути» «достигай» «тот, кто достигает», да? «О, сапропнути». А можно сказать «проп...» «Достижение», «то, что достигнуто». Так, и ты мне хочешь, конечно, что ты заголовок так разбираешь, или ты уже пошел к тексту? Ну, ну... Ну, вот у меня, скажешь, такое «васьям», «васьям». «Васьям», еще… «А, ты про Васю! Хорошо, ты про Васю!» «Про Васю!» «Про Васю! Понял?» «Про Васю!» «Про Васю!» «Про Васю». «Про Пьям!» «Гамьям!» Вот это вот все эти слова от глагольных корней обозначены. Гам-ям, то, что будет, то, что должно случиться от глагола быть, бу. Как это будет, например, гам-ям, это как по-на-русски переведется? Гам-ям, это значит достижимый, достигаемый, то, что должно быть достигнуто, гам-ям, достигаемый. То есть это не на речи, это как-то по-другому называется? Причастие-должествование. Вот, причастие-должествование. Вот, например, такое выражение, такой-то вишну, которая лежит, йоги-бхир-дьяна-гам-ям. Вот, йогами достигаемый через созерцание, йоги-бхир-дьяна-гам-ям, вот, который достижим йогами благодаря дьяне. 319-я страница конспекта Герундивы. Герундивы, да. Озвучь, пожалуйста, элементы, которые входят в название. По-моему, они не очевидны для тех, просто тут есть, так сказать, люди, которые Деванагри видят второй или третий раз, а здесь те, кто уже пятый. Поэтому озвучь, пожалуйста, что мы видим в заголовке. Основы просто, ну, хотя бы на слух. Какие здесь входят, получается, или какие формы? Итак, ища. От корня ищ. Какая форма? Да, ну, третий подерж. Да, то есть, как бы индусы, они не знают нормальных названий, они выучили циферки и, подержи, называют по циферкам. Поэтому, если вы будете в Индии изучать грамматику, что я не исключаю, рано или поздно случится, то номинативы, аккузативы, инструментали, если вам не помогут. Ну, то есть, это будет инструмента. Да. Это будет инструмент. Третий, третий я. Третий я, вибхакти. Да, третий я, вибхакти, и все, и хоть ты что ему, мы третия, и все, и нормальных имен он не знает, название, и все, да. Да. Это надо учитывать. Когда я приехал в, значит, 2004-м в Аранасе, я, значит, ему выдаю очередность, как мы рецитируем, скажем так, споряжение глагола. Он говорит, она там ровно наоборот. Я понял, так, все понятно. Эти две традиции, московский, московский извод санскрита и варанасарский санскрит, это две разные школы санскрита. Да, 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 да. Две разные школы. Хорошо, значит, ища, дальше. Вот, ища, значит, инструмент, третий я, вибхакти, васям, это вас, и плюс суффикс неяд. Вот как раз этот самый герундий, да, получается. Не все есть генитив, что сия, получается, Мария. Да, не дошла, у мореров очень в конце эти герундивы, к сожалению. Но я сейчас не будем тогда в это вдаваться. Мне, конечно, интересно, чем герундив отличается от PAP, то, что называется, present active participle. В таком названии я сложно познаю, честно. Это вот, который приделывается с суффиксом, типа, ван, английском. А это настоящее во времени, то, что говоришь ван, это настоящее во времени, то есть делающий. Да, да, да. То, что должен сделать, который должен быть сделан, который предстоит сделать. На русском не могу почувствовать эту разницу, я понимаю, о чем речь. Ну, ладно, это отдельный разгар, понятно, окей. Ну, собственно, doing, это и есть want. Да. А здесь the one who should be done. The one who should be done, interesting. Окей, давай на русский надо перевести, я тоже, будет сейчас ван, обратно. Ван, сням. То есть это the one who should be dwell, who should dwell? Dwell, да, dwell. Ага. Вот. И здесь вот у нас, вот, вот, меня все время спрашивают, почему, как говорится, а тут появляется, да, вроде как бы, что, женский род. Ну, если для шахтистов все очевидно, то другие, вот, они вот этот вот трактуют, очень интересно, вот этот вот самый ишу, вот. Они говорят так, иша с долгим а, это ищитра, опять-таки, владычествующий, вот. Подождите, а вот если, сейчас, сейчас, а вот мы определили, что это третий падеж, а второе слово это вот этот герундив. Да, а есть другой подход, когда ты плюешь на грамматику. Да, ищешь везде женский род, это хорошо. Да. На секундочку, сейчас к нему вернемся, он мне по понятным причинам близок. Но я хотела бы разобраться с инструментальным падежом сначала. Если мы, как бы, простым этим, не эзотерическим способом. Простым способом мы имеем основу на согласную. Мы имеем... Да, я понимаю. Соответственно, например, даже если вы не знали, что это именно такое, у нас есть справочник Бакнелла, а в нем в конце есть список окончаний, в частности, А. Да, да, я понимаю. Мой вопрос скорее так. Понятно, что инструментал заканчивается на длинную А у основ на согласную почти всегда, это хорошо. То есть мы как бы это перевели с with or by, я перевожу все время, инструментал, да? Ну, получается, в английском, да. С владыкой. Кем-чем, в ладыкойе. Свинительный, да. Владыкой, может быть, да, даже, да. А, ну или кем-чем, это бай, да. Да, бай. Владыкой. А дальше как произойдет по-русски? По-русски вот этот... Ерундив она хочет накинуть сверху. Ага. Ну как бы охвачено, пронизано, пронизано, да. Владыкой, о, почему? Да, заселено, обитание. Вот это... Вот это круто. Занято. Я понимаю, поэтому шахтистам было сложновато, и они нашли там женскую. Вот, ну здесь... Да, ну им как бы слишком умно для них, как бы, да. Еще. Чисто не нарушая грамматики, может быть, иша там с кратким, да. Иша. А за ней следует не просто васям, а васям, а васям. То есть вы же понимаете, что из-за санхи, так как мы тут не можем заведомо знать, какая изначальная форма, то мы можем здесь легко добавить спереди... Сзади что-нибудь, то есть там есть место для маневра. Да, 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 да. Для А-краткой, для А-долгой, для дополнительной А-долгой. Да, да, да. В начале следующего слова есть место для маневра. Мне очень понравилось. Заселенный, заселенный владыка, и это очень хорошо и понятно. Заселенный, да. Вот. Ну и, кстати сказать, вполне по контексту подходят. Подходят. Так, с грамматической точки зрения, в начале, что там еще идет, Олег, в заголовке у нас есть? Есть что-нибудь еще, что, например, комментарий обыгрывается, не знаю, или... Ну, так, иша, иша-итра, шаса-итра, да, вот, шаса-итра, да, так. Ишварена. И вот он как раз тут цитирует о Шруте, даже не знаю, какой он Шруте, откуда это, ну, какая-то из Упанишат. Вот. И вот так перечитает. Иша, он владычествующий владыка, владычествующий владыка, который здесь смотрящий. Прикасающий, прикасающийся, слушающий, обоняющий, кушающий, думающий, различающий, действующий, кушающий. Он в высшем негибнущем, то есть в атмане, пребывает. Вот он такую цитату приводит. Как раз как иллюстрации к этому ише, который ишитра, владычествующий, владыка. Понятно? Или я загрузил? Ну, приблизительно. Вот. И дальше вот говорит Ишварена, вот тут Этена Ишварена, этим владыкой, это Ишваре Джагат Васьям. Ну, как бы, вселенная населена. Вот. Ограничено, очерчено, ухвачено. Вариант. Охвачено, вот, отчхадонием, это вот как вот сова брут вокруг себя, круг чертил. Вот точно так же вот Ишварой, вот эта вселенная, вот просто вот. Вот. Там, где нет Ишвары, там нет ничего. Тьма внешняя. Ничего больше интересного в тех комментариях нету насчет названий? Ну, ничего. Ну, просто оно уже дальше относится к дальнейшему, тем, что он просто развивает свою тему. Вот. Ну, хорошо. Значит, я просто видел, я не понимаю, почему это следующая, как бы, начальная шлока, скажем так, почему она не всегда идет вместе с текстом? У тебя есть идеи насчет этого? В смысле? Какая? Почему Пурнам и Идах не всегда идет вместе с текстом? А, это, объясняю, это так называемая Шантипатха. Вот. У каждой, у каждой, у каждой Упанишады есть своя, как бы, ну, это то, что называется Мангала Шлока. Она не является... Призыв благословения, типа, да? Да, призыв благословения. У каждой Веды своя, как бы, Шантипатха или наборок, вот, и они там присоединяются. В общем, иногда ее просто отрывают, в смысле, не просто даже, не другую, а просто отрывают. Да, 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 да. Вот. То есть она не является... В Санхите ее нет, вот. Ну, как бы, в других местах есть. Читается, читается. Вот. Я сейчас вот не помню, к какой Веде относится, но вот это вот Пурнамадаа, это Яджур Веде. Вот то, что я там недавно, вчера или позавчера приносил, выкладывал. В Анне Манаси практически-то это из Криведии относится. А вот Пхадрам Корнееви, Ейшли, Ная Мадеева, это... Это Яджур. Тоже Яджур? Да. То есть вот эти вот шанти-патхи у каждой, у Панишада, они как бы закреплены. Вот. Их основных шанти-патх вообще-то как бы пять насчитывается. И небось, ты их помнишь наизусть? Ну, помнил. Помнил. Сейчас, если напрячь память, то их можно вспомнить. Это интересно или идем дальше? Это интересно, Мартис. А Шанти-патх, как она разбирается, переводится? Как ее можно разобрать, Шанти-патх? На чтение, на умиротворение. Призывание мира. Вот так вот. То есть как бы перед началом чтения вот такого вот текста какого-то читается вот, ну, вот как бы, чтобы ум сосредоточить, ну, то есть будьте внимательны, там, будьте... Олега, почему пять? Почему? Вы же сказали, что у каждой у Панишады есть своя шанти-патха. Так пять это основные такие, которые идут... Четыре беды, а у Яджурведы есть извод белая и черная. Кришная Яджурведа и Шукла Яджурведа. Поэтому два шанти-патхи как бы к Яджурведе. А у Панишады есть же больше? А? У Панишад больше? Вы сказали, что у каждой у Панишады есть... Не, просто каждая у Панишады, каждая веда имеет свой набор их. Там просто не одна у Панишады, каждая веда одна. Мария, кажется, как и сюда гонила. Не, очень интересно. Я уже гуглю. Я просто, ну, понятно... Я нашла, кстати, я могу скинуть ссылку на вот эти вот... На шанти-мантры вот эти вот. Я нашла. Да, пожалуйста, спасибо. Ого. Вот их пять, вот основных вот этих шанти-патх. Просто каждой в виде принадлежат там не одна, много, несколько УПанишад. Но и они группируются. Олега, вот я слышала, что есть женские УПанишады... Как только УПанишады? Ну, давайте мы сейчас тогда эту самую классификацию... Да, вот, пожалуйста, можно... Основные УПанишады, главные, так называемые, великие, их насчитывается двенадцать. Они четко находятся в каноне. Вот. То есть, как бы, примыкаются к самхитам. Вот этим самхитам, брахманам, самхитам, ну, в общем, как бы, входят в шруте. Все остальные, которые не включены в шруте, это, так сказать, они вот традиционно записываются к Адхарваведе. Вот. Это вот их в научной литературе чаще называют сектантскими УПанишадами. А, например, Адхарваширша, например, это такая как раз? Да, 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 да. А, которые сектантские. Вот. На самом деле, Адхарваширш всяких много, относящиеся к Деви, относящиеся к Ганеши. Ну, потому что есть Ганопати Адхарваширша, Деви Адхарваширша, Вишну Адхарваширша. Ну, так называемые сектантские УПанишады. Ну, то есть, они не входят в шруте, их нет в шруте, да? Да, в шруте нет, формально нет, да. Но, вот, как бы, традиционно они их относят. Вот. Олег, почему сектантские, Алия спрашивает? Сектантские? Ну, потому что в них, вот, как бы, вот этот брахман отождествляется с Иштадеватой, конкретным божеством. Вишну, Шивы, Ганешей, Деви, богини. Вот. И они, ну, и обязательно там такой вот, вот, такой момент. Как начинается, вот, та же самая Деви Адхарваширша. Адха-Дева-Деви иму пастугу. Ка-Сит-Вам-Магадеви типтоты, о великая богиня. Сабра-Вид. Она сказала. Агамбрамма-сварупини. Я есть сущность брахмана. Прокрипим-ча джигатьям. Так, так далее. Вот. Видям-ча, видям-ча, шу-ням-ча, шу-ням-ча. Вот. И потом она, вдруг, неожиданно, цитирует из Ригведы вот этого. Вот я вот такая-то и такая-то, сверху, снизу, повсюду, и цитирую Трикведу. И говорят, я двигаюсь вместе с Рудрами, Адитами, Васу. Для весомости просто, чтобы подтвердить, что это стоящая, а не сектантская. Да, да. Так, а какие там у Панишады, Олег? Помогите разобраться, какие у Панишады. А, у Панишады, значит, вот 12 великих, 12 великих, вот они вот входят прям вот официально в канун. Вот, есть так называемые Самания Веданта у Панишады, общеведантические у Панишады. Вот, ну они такие чисто философские. Вот, есть Саньяса у Панишады, вот, то есть, как бы, у Панишады, как бы, описывающие образ жизни и практики, вот, увлеченных аскетов, что они должны делать, там, и так далее, и так далее. Вот, есть сектантские, это значит, Шайва Упанишады, Шиваидские Упанишады, Шактические Шакта Упанишады и Вайшнава Упанишады. Вот, ну еще Гонопати там несколько, да. Вот, потом еще существуют Упанишады, Йога и Йога Упанишады, да. Вот это вот основное. Ну, они все, это, они все, в принципе, это и есть 108 Упанишад, а вот Мартас Юрьевич говорил, что кроме этих Упанишад существуют еще какие-то Упанишады. Да, есть Упанишады, но это уже чисто такое, уже как бы агонические Упанишады, просто у каждого божества, вот, который практикуется его, там, я не знаю, мантра или садана, у него, как бы, опять-таки, джентльменский набор существует. Есть мантра, мантра, садана, тысячи имен, сто имен, хридая, кабача, стотра, вот, 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 весь, то, что входит в его мантру садана. Это и есть Упанишады, которые они относятся к Сан-Гонопати. Есть еще и Упанишады, к каждому конкретному божества, и поэтому там есть Кали Упанишада, там, вот, Дгумавати Упанишада, там, так далее. Это тоже Адхар coloc? Да, вот как бы она формально, 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 в общем, как бы и тантры относятся. Ну, раз она такая магическая вся из себя, то, значит, вот и тантры со всеми их про йогами там и практиками магическими, ну, тоже от харвы ведутся. В общем, индуса хлебом не корми, дай ему поклассифицировать что-нибудь, да? Да, да, да. То есть, ну, какой нормальный человек напишет, как Амасутру называется, ну, что делать ему нечего, называется. Это надо быть, конечно, вот, в общем, любить классифицировать. Вот этот подход, то есть, это надо придумать L слоговую долгую, потому что иначе не симметрично, алфавит не симметричен, поэтому давайте придумаем буквы, которые нету, и будем писать ее во всех алфавитах. А то, потому что тогда ровненько получается. Да, да, да. Олег, а повторите еще раз, пожалуйста, перед Саньясо-Упанишадой, вот, я записала Саньясо-Упанишадой. Вот, то есть, там, как бы, больше, там, как бы, о богах не особенно говорится, ну, иногда говорится, ну, в целом, в общем, как бы, вот, общие рассуждения о том, что Атман, Брахман, там, вот, Олег. То есть, Олег, из 108 Упанишад, только 12 ведические? Ведические, да, которые входят в канон, вот, прям, железно. Железно. Остальные, это уже намешанные? Да, 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 как бы приписанные, добавленные. А что это такое вообще? Это свод законов, это манера, я не знаю, как это сказать, то, как должно совершаться поклонение, или что они вообще содержат в себе? Это тайные наставления, в которых дается, как бы, эзотерическое значение, вот, вот, как бы, в той же самой, в той же самой... Алло, да, 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 в той же самой, вот, этой Ишу Панишата, которой мы, вот, которым мы сейчас рассуждаем. Поступаемся. Да, в которой мы, к чему там все это приходит, чтобы, говорится, владыкой охвачено все, что движется, не движется, вот, и там дальше к нему обращение идет такое, что, ну, описывается, что он движется и не движется, что он близко и рядом, что он повсюду, вот, надо познать его там, и так далее, вот, и потом, вот, уже, поскольку это, значит, как бы, часть вет, к нему идет обращение. То есть, к нему обращаются, к этому владыке, как к солнцу, которое, вот, к свету того савитра, в котором каждый брахман обращается, дважды рожденный обращается ежедневно, приветствуя солнце. И вот, вот это вот Упанишата, это тайное наставление, вот, ты произносишь каждый день вот эту молитву к солнцу, а на самом деле ты не просто солнцу, как к физическому объекту, или даже не божеству солнца молишься, а ты обращаешься к солнцу того савитра, запредельного, абсолюта, который стоит по ту сторону солнца, вот, и там как раз вот эта вот формула, впервые встречающаяся, Иву Панишата, говорит, развей ног лучей своих, чтобы я увидел того Пурушу, который в этом солнечном свете есть, и тот Пуруша, который в нем, ну и прекраснейшая форма, Сохам Асми, он есть я, вот, понимаете, вот, это тайное наставление, тайное наставление, учение о запредельном, о высшей недвойственности, о высшей тождественности, метафизика, метафизика по ту сторону богов и мира. Да, да. Да, 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 в том числе, вот, но прежде всего, прежде всего, утверждается, значит, как бы, тождество, тождество Атмана, индивидуального начала, как бы, Атмана и Брахмана, раз. Во-вторых, Упанишата это Брамма-Видья, знание, или Адьятма-Видья, знание о высшем душе, о высшем я, вот. Поэтому, вот, другое, знание, конец Вед, там, где Веды заканчиваются, с их ритуализмом, с их, вот, там, так далее. То есть, поясняется, то есть, ты делаешь этот ритуал, делаешь, ты, как бы, типа, якобы, ведийский, а что ты делаешь, на самом деле, ты не понимаешь. Ритуал, как бы, он, ты не понимаешь, смысл этого ритуала, в нем смысл изначально, как бы, есть, ты подозреваешь о нем, но не знаешь его. А теперь тебе объясняет, что ты делал. Причем, с цитатами. Та же самая Шритошватара Упанишат, да, вот, она же полна цитат из Шрути, из Вед, как бы, из Яджур-Веды, поэтому она относится к Яджур-Веде, там сплошные цитаты из Яджур-Веды. При этом, говорится, а в Йогу у Панишадов что содержится? А что такое у Панишадов, а? В каких-то... Вот вы сказали, что у Панишадов и у Панишадов для йогов, а вот что там содержится? А там... Та, и нарушение для йогов? Да, можно, да, у Панишадов для йогов, да. Вот, ну, там, во-первых, там сведения даются о... Вот это вот, как бы, стандартный набор обыдий пингали, вот, вот, аж чакры там и так далее. И что чакры, они там отождествляются, там, со священными огнями, вот, это пять или семь огней, вот. Ида и пингала, это, на самом деле, две жертвенные ложки с рук и с рува, там, да. Вот, процесс пранаямы, это есть, как бы, и так далее. Ну, в общем, там... Ну, понятно, понятно. Как бы, ритуальные, ритуальные истины, то есть, ритуальный, как бы, весь узус, он осмысляется в контексте йоги, как внутренне... Как жертвоприношение, как некое внутреннее делание, вот, такое алхимическое, можно сказать. Понятно, спасибо большое. А как вот, у меня тоже вопрос на эту тему. Есть какое-то общее мнение, как, скажем так, ну, как общество дошло до этого? То есть, весь, сначала же, то есть, у Панишада были в конце, а сначала все делали, там, ритуалы, правильно? Как они, как развитие мыслей, вообще, как так получилось, что выделились какие-то более умные люди, которым... Ну, более образованные, да, я имею в виду, которым недостаточно было бросать масло в огонь, и нужно было вот эту всю философскую, космологическую историю записать... Ну, не записать, да. Перед тем, как скажет Олег, я хочу одну поправку. Ты говоришь, умные, дело не в умных или в тупых, дело в прозорливых. Да, 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 да. Да, это очень классная поправка, на самом деле, потому что уже очень интересно, кто это финансировал, понятное дело, это же, как бы, при короле, ну, при Кинге должно было, это же все эти, вся эта философия хорошо финансировалась при дворце, да, скажем, при дворе. Потому что, как, вот, мое понимание у Панишад, это не то, что вот ты умный осмыслил и выдал, это вопрос прозрения, как бы, сердца, это вопрос погружения в себя, а не в том, что ты вычитал все, и теперь обдумал это и выдал, а не как, ну, для меня это вопрос, вопрос, как бы, именно прозрения я, именно вопрос Риши, что это не может, даже самый умный современный не может написать еще одну Упанишаду. Это другой пласт. Да, много было во времена Средневековья было создано, во-первых, как бы, таких Упанишад апокрифических, вот, и были еще Упанишады авторские, вот, например, в 20 веке был там Аравинда Упанишад, который написал там Аравинда Гош, там, да, вот, там, так и читание Упанишада. Мой вопрос скорее о том, то есть, кто, то есть, там были священники, да, по-простому говоря, они сделали свою работу обычную, там, то есть, ритуалы. Герои Упанишады, это сами Риши, там, в общем, собственно говоря, они это... Как получилось так, что у них сначала были там... Сначала делали, потом думали. Сначала, да, Брахман, Самхит и вот эти все первые части век, а потом они такие, минуточку, а не пора ли нам написать Упанишады? Нет, но это вот органическая часть, это просто, как бы, цикл законченный такой всего, ну вот. Ну, то есть, Иша же входит, получается, хвостиком, но входит еще в эти, в эти, как бы, безначальный текст. Она позднейшая часть добавления, но все равно, и вот туда запихали еще. Да, запихали. Чтобы легализовать. Вот. Ну, совсем другой подход. Ну, Иша, она часть Самхиты, она часть, вообще, законная часть, не просто приложение к ней, она часть Самхиты. Ну, вы понимаете, да, в чем мой вопрос, почему, почему философия оказалась в топ, ну, как бы, в конце вет, да? Почему с этого не начали, в смысле, хочешь сказать, Мария? Ну, почему они сначала, как бы, там, не знаю, грозу... Сначала вот стойка масла перевели... Грозу на обожженные брака. Зачем держать Брахману две коровы, да? То есть, как бы, чтобы содержать вот этот весь ритуал, да, надо человеку иметь две коровы, чтобы вот, вы видите, это масло вот в таком количестве две коровы. Это в современном мире, вот в Краснодарском крае, корова стоит 70 тысяч рублей. Это и современному человеку не так легко содержать корову. И не забывайте, не забывайте, в то время коровах мерилось, это был эквивалент денег, абсолютно вот как золото, вот, ликвидный товар, имеющий... Ну, он только дорожать может, но никак не болит. Ну, да, то есть, как бы, две коровы, представляете? Я не представляю, что такое иметь две коровы. В современном мире одну содержать проблематично. И это нужно, чтобы выполнять ритуал. Представляешь, Мария? Я не представляю другое. Во-первых, я не представляю, как бы, сейчас у вас... Вот сначала мы говорим про коровы, и тут мне все понятно. Потом вы говорите про сердце. Я могу и про сердце, но давайте все-таки на таких, на safe grounds разберемся. Значит, вот чего я не понимаю, явно же появилась какая-то необходимость. Не такая вот история, что в ведах там давно-давно ели коров, а потом к моменту написания панишет, это стало не круто, и люди решили, что в коровах лучше все мерить. И есть их как бы перестали. Вот. То есть как социологически, да, как так развелось общество, что у людей появилась возможность вместо того, чтобы дома строить, такие вот философскими вещами заниматься? Они всегда... Другое мировоззрение было. Они всегда не занимались, потому что философия, для философии надо дозрить. Дозрить. Масло не хитро лить. Да, иерархично. То есть вот сначала нужно построить некое основание для дома, фундамент какой-то, а потом там рюшечки. А я вот думаю, это соотносится как-то все-таки с Буддой, с тем, что он сказал, что масло лить это бездарное занятие, и надо заняться делом. Или не соотносится исторически? Ну, отчасти, да. В конечном итоге и Кришна в Бадвудгите, он говорит, оставь там цветистый слог вверх там, да. Только мне. Очень хорошо он сказал, да. Если я правильно понимаю, то панишады являются как бы такими сливками, собранными из ветра. То есть это короткие такие записи, которые позволяют, собирают себе все такие базовые ключевые моменты. Ну, сливки, да. Крем для крем, да. То есть, скорее всего, просто я позволю себе такую, так скажем, мысль, что до какого-то времени вообще все передавалось устно. Записывать начали гораздо позже, это первое. И я думаю, что если бы это было записано ранее, таким образом это было бы более доступно, более широким массам. То есть, тем образом, таким образом, когда это не было вот так классифицировано, оно могло передаваться в очень узкие, в очень узких кругах. То есть, человек, который не был доступен... Это не рода эзотеризма, а немножко, понимаете, вот как бы человек, который передает эзотерическое знание, он не заинтересован, чтобы оно передавалось широким маслом. Вот об этом я и говорю. Эзотерическое знание, оно по определению элитарное. Вот об этом я и говорю. А в какой-то момент, наверное, создалась угроза тому, что это просто пропадет и потеряется. Таким образом, были созданы вот эти упанишады, в которых в очень короткой, сжатой форме записана большая информация. В которой, тем не менее, если человек не имеет какого-то наставления от человека, который разбирается в этом, то есть, ну, он прочтет эти упанишады, но он ничего не поймет. Как вот, чтобы там разобраться... В смысле без наставника они бесполезны. Я согласен с моим счастьем. Это некрасивая сказка. Это некрасивая сказка. Тут нужен наставник. Я думаю, что это связано вот с этим. То есть, там, бизнес и так далее, это ни при чем. Я думаю, что это просто связано с тем, что вот это было закрыто, и в какой-то момент, наверное, создалась какая-то угроза, что это вообще пропадет. Поэтому, как йога с утра было написано, да, ты читаешь ее, ты там не поймешь, о чем идешь. Речь, если не будет пояснений. То же самое, очень сжатый такой текст, который появился гораздо позже, чем вообще вся система йоги, да? Ну, вот для чего мы учим грамматику? Грамматика — это один... Когда появилась угроза, действительно, одна из задач грамматики — это сохранность, сохранение. И поэтому, чтобы донести это именно в сохранном, в неизмененном виде, и нужна грамматика, чтобы мы недомыслили, недомысливали в слове «мантра корень тра». Ну ведь, Марцис, ведь письменность... А тем не менее, знаете, мантра «мананатраяте» и «ки мантра». Хитрец. Так, что, Мария, я хотела сказать? Хотела сказать, что когда появилась письменность, там, в начале, там, в третьем каком-то веке нашей эры и так далее, но когда стали записывать, это же было для тех, кто запоминать не умеет. Ну, то есть, все равно в тренде и в элитах барахманских устная традиция преобладала, даже когда появилась письменность. Письменность появляется для пропаганды. Письменность появляется для распространения буддизма в Южной Азии. То есть, пропаганда, разные задачи. Письменность, в том числе тот же тахарский язык. Это караванные записки, это разные задачи. То есть, одно дело верблюдами торговать, а другое дело эзотерическое знание передавать. Поэтому это разные пласты. То есть, я к тому, что, мне кажется, что устная традиция была настолько, ну, и есть, вероятно, настолько хорошо развита и крута, что с ней ничего не угрожало. То есть, она, там не было... Потому что ее основа, это попугаи, в смысле, хорошие попугаи, которые заучили, так что их бей палкой, они все равно не скажут неправильно. Но потом они подкрепили это грамматикой и начали... Ну, то есть, как вот с ведоми, да? Сперва делали, потом поняли. То, что сперва выучили, потом поняли и потом уже окончательно не забыли. Ну, собственно, вот да. Да. Мне кажется, здесь еще все равно, как бы, основной же, это передача, как раз, знания от посвященного человека, потому что здесь же важно, как энергообмен еще. То есть, определенное состояние сознания, которое было. То есть, как бы, до нас дошел какой-то огрызок, который не имеет никакого значения в том виде, как он дошел. В смысле, в этом виде он не был так задуман. Это бай продукт. Мы работаем с остатками, ну, не знаю, с останками. С остатками. Но так не было задумано. О чем тогда сказал Сыркин в интервью, что к 90-м годам начинаешь понимать. Все-таки, если нужен, ну, оставник и личная передача, то как это может возникнуть, ну, в 90-е или, не знаю, там, в 120-ти годам без личной передачи? Есть два способа. Понимаешь, ты можешь ждать, пока стареньким станешь и начать что-то понимать. А есть другой способ, не ждать старости. Это два пути. Ну, то есть оно все равно как-то должно с годами прийти, даже без курса. Оно с годами иногда приходит, иногда не приходит. Понимаешь, это такой опасный путь. Ты можешь дойти до этого точки, когда уже первый будет недоступен, а понять, что не понял, и тогда уже поздно уже. Поэтому лучше не дожидаться вот этого момента, когда тебе 90, а вдруг тебе на 89-м, тебе поезд приедет, и ты не успеешь, так сказать, сделать то, что тебе положено было. Или понял неправильно, что там уже могут знания просто сами по себе. Не в 90-е годы, просто когда вы долгое время очень занимаетесь чем-то одним и тем же. Ну, смотрите, если вы возьмете элементарно любой текст, ну, возьмем просто Толстого «Войну и мир». Если мы, когда мы читаем первый раз, мы читаем что-то, ну, мы читаем про там Наташу Ростову, как она влюбилась в 15 лет. Когда мы читаем в 20 лет, у нас в голове что-то другое уже, в 25, в 30, в 45 и так далее. То есть, если мы долго концентрируемся и аккумулируем знания какие-то, то эти знания в определенный момент, я думаю, что это зависит от человека, у кого-то это будет в 90, у кого-то в 45, у кого-то вообще не будет. Они просто начинают раскрываться. Я не знаю, что сражение есть. Несколько уроков назад Мартис Юрьевич сказал о том, что санскритологи, большинство из них, чем дольше они этим занимаются, тем противнее они становятся. Я абсолютно согласна, чем больше погружаясь, я читаю там какие-то комментарии, что-то такое. То есть, когда начинается вот это вот, ну, какой-то вот это безумный инфекция или какое-то, ну, чрезвычайное умничание и какое-то, как это, хвастание перьяними, оно показывает очень не всегда красивую природу человека на самом деле, сколько бы он ни занимался, каким бы умным и глубоким он бы не был в изучении науки. Наука — это не духовный опыт, и поэтому здесь... Наука не имеет ни к нему, к духовному не имеет никакого отношения. То есть, что такое санскритология часто? Это желание показать некую акробатику ума. Да, да. В этом отношении мне нравится подход у евреев. Они говорят, не хвастайся своим знанием Торы. Знание Торы — твоя не привилегия, не заслуга, а обязанность. Ого. Ну, вот, красиво, да. Потому что называется вот... Да. Потому что на самом деле, конечно, в какой-то момент санскрит намеренно стали усложнять. В смысле, подступы к санскриту стали усложнять. Поэтому тут есть своя... Как бы, свои... Короче, санскрит тоже держали элитарным намеренно, не случайно. Не только Упанишады, а сам санскрит держали, именно усложняя подступы к нему. Я просто хотела сказать, что сколько бы ты ни читай и ни погружайся в грамматику, без духовной практики, такие книги никогда тебе не откроются. Я вот про это хотела сказать. Конечно, грамматика тут не имеет... Ну, к сути она не имеет никакого отношения, но грамматика у тебя утешает в те моменты, когда ты... Ну, она тебя утешает, когда отчаяние захватывает тебя. У тебя есть хотя бы одна тонюсенькая опора, хотя бы на которой ты можешь... Да. Это не панацея. Да, и, собственно, учат различные системы, минимонические техники. Крамопатха, гранопатха. Я вот могу зачитать, вот сейчас открыл. Вот это вот самый первый стих, как он может прочитан быть... Давай, отлично. Вот. Как он может быть прочитан в гранопатхе. Там первое, вот в Сангите. А потом в гранопатхе она читает... Разные манеры прочтения для того, чтобы лучше запомнить. То есть индусы чисто механистически использовали разные мнемонистические приборы. То есть для запоминания они по-разному гоняли текст. Да, ну вот другое его это самое... И ша васям васям, васям, и ше на васям, и гамм, и васям, и ше на васям, и дам... Васям, и дам басям, басям, и даггым сарва ком сарва ком сарва ком сарва ком сарва ком... Субтитры делал DimaTorzok 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 не только давно но еще и классно это здорово на самом деле я скажу так в немецком интернете есть такой сайт prd так вот этот немец разобрал в том числе чараку очень разные санскритские тексты с такой дотошностью немецкая сказка на которой нет на английском нету ничего даже похожего не в печатном не не в печатном виде он разобрал с такой дотошностью и вот то что сейчас вот например олег протипадхи вот у нее там целый перечень того вот этих всех под всеми разборами и но вот не вспоминается рассказ то у марка твена когда мактвен обнищал он отправился в индию точнее в кругосветное путешествие с заездом в австралию и в индию когда он издал эту книгу о своем путешествии он снова разбогател так вот значит и в этой книге рассказывается о том как они проверяли брахмана смысле и как называется книга но вот у марка твена есть книга путешествие по экватору вот вот и там частности как бы большой раздел посвященный индии и вот они проверяли как бы память брахмана и вот в общем там интересные эпизоды я просто если вам интересно я просто марк твен для меня любимый писатель поэтому я это место могу читать часто на мужчин вам советую прочитать это я обожаю путевые заметки а по индии тем более и марк твен стоит того чтобы почитать вот и там как раз то что пока то что показал олег там описано еще и вот таком анекдотическом ключе скажем так как называется путешествие по экватору по экватору да спасибо заводная тема далее заводная тема дали заводная это очень хорошо губы не жады вообще заводная история вот но мы отвлеклись собственно грамотики а это не хитро понимаешь к этому есть предрасположенность олег я бы сказал ну пошли дальше тогда по грамматике охваченные заселено что все сорвам по моему понятно и там и там сорвам и подожди подожди ты хочешь сразу к тексту ты что не хочешь пор нами нам что не подожди 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 пожалуйста для начала а я думал что мы уже вовсю разбираем вот первую штуку не 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 что ты что ты чёрт чёрт тебя чёрт давай опуним пожалуйста для начала красиво прорецитируй пожалуйста ом пурна мадах пурна мэйдам пурна пурна мудача те пурна стя пурна мадая пурна мэва ваше щя те ом шань ти ги шань ти ги шань ти ги хотел скрыть вот поэтому и называется шанти пак то что после неё следует возглас шанти 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 ну вот давайте тогда я погоняю по корням шанти от какого корня образована марина уже помнит щам щам которая означает иметь бейбл быть способны нет это щак а щак а перепутал надо да значит что нибудь про успокоение я не сейчас макрична типа валерьянки да у кого есть книга на руках то есть хотя бы там лесните щам что что бы то ни было в какой-либо книге уставать конечно а до отдыхать сейчас хочешь из меня видимся вытянуть но там на самом деле уставать это не главное значение кто скажет не из русского источника первое значение корня шам какое есть шанс да ну и что там дается рассказывать хвалить восхвалять это другое другое совсем другой корни получается на 323 странице в том числе конспекта написано щам успокаивать успокаиваться уставать успокаиваться успокаиваться уставать то щанти это получается ну в общем не нравится перевод ума умиротворение покой но покой понимаешь он бывает и и на кладбище бывает покой разные по такие покои умиротворение прям по моему передает вот оттенок этого это это и блаженная усталость и усталость что написано что написано фриша много значений говори утешать успокаивать что еще утихать утихать то есть когда у кнау родное значение гаснуть гаснуть то есть очень вести себе не так буйно ну вот три раза повторяется шанти может быть имеется тоже виду что с разными смыслами успокойся угасни угасни утихни замри божественное блаженство это значит как это как первый май до мир дружба жвачка да то есть как бы если угасни если это обращение это обращение к уму прежде всего успокойся устань и отдохни заткнись внимание вот кстати сказать вот это вот жест на котором изображается так сказать иисус да 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 это ритовский жест греческий поднятая рука означает прошу внимание а сомкнутые пальцы означает умолкните слушайте меня вот от них не то что он там крестик ребят перстать ритовский греческий еще ваня почему три раза почему три раза что говорят нам умные люди почему три раза шанти три раза три раза повторенное она как бы прям бог любит троицу для верности на самом деле получается если ты один раз сказал что вот хочу вот скажем хочу податься в ученики скажем так вот когда мне пишут один раз я обычно не верю но смысле ну мало ли ну ошибся человек но если он напишет три раза я уже поверю ему в любом случае то есть как бы на самом деле это именно вот для верности я согласен с олегом да если ты действительно хочешь ты скажешь три раза ты один раз не скажешь вот это обращение вот к аудитории к аудитории к аудитории один ученик или два зива покой 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 аудитории к богам которым обращаемся но не скромно оставник а чарья там учителя решил он обращается ученику как он такому абстрактно слушайте я буду говорить упанишан истину как там борисе англия там молящими тома оба ту да хватит она нас на бак тарама вату до охватит она говорящего алату мама хватит меня алату вак тарама похвати говорящую почистина хватит меня ну Ну то есть там имеется в виду, пустись, она охватит там в двойственном числе тебя и меня, говорящего правоуслухающего. Войди в меня истина. Эхи сати мавир бава. Приди истиной, яви себя. Такие вот приживы в шанти-пакарке. Олег, из каких частей состоит он? Из двух или из трех? Из трех. Вот. Считается традиционно, что... Ну потом уже в более поздних тантрических спекуляциях ОМ разделили вообще на 12 частей. Ну а так традиционно, да, три части. А, У, М, Ма. Акара, Укара, Макара и Ти. Ну то есть даже чисто графически видно, да, что он состоит из трех частей. То есть мы видим начало от А, хвостик от У и нозализация. Да, анусвара. То есть из трех частей, даже чисто визуально. Да. Три матра. Три матры, три меры. Три звука. То есть когда Олег сказал А, кара, да, то есть как бы кара-делатель А. То есть как бы индусы, ну то есть есть традиционный способ называния, скажем так, звуков. Но не все же кары, кто бывает, кроме кар, что бывает? Варна. Нет, я имею ввиду, что, ну в смысле, не все же называются через кару, в смысле не все разрешено. Ну, у нас есть небольшой набор не кар. Да. Кто у нас не кар? Ну вот А, кара, У, кара хорошо. Гласные не все же можно через кар передать. Ладно, не будем, сейчас мы сейчас уйдем и не вернемся. Значит, о чем, собственно, на каком глагольном корне, какой глагольный корень обыгран в этом... Три. Какой? Три. В первом смысле, я имею ввиду, первой шлоки. А, как... Какой корень? Шагур. 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 Олега-то я слышу хорошо, а вот остальных не очень. Какой корень обыгран? Ну, даже на слух. Вам не кажется, что здесь повторяется примерно одно и то же? Дидим, а сейчас о чем я потеряла? Речь о том двухтише, которое зачитал Олег, о той шлоке. А, шантипатха, да? Да, шантипатха, в смысле, о самом тексте. Она построена на одном корне. Пурна, полнота. Да, а слово пурна от какого корня? На – это суффикс. А корень какой? Пур. Не слышу? Пурн. Больше ничего не осталось. Пурррр! Пуррр! С индийской точки зрения это прррррр. А у зарезняка он будет записан как что? Откройте, пожалуйста, конспект и расскажите, какое русское родственное слово у него есть. например в латвии есть такой город даугао пилс так вот это пилс и то есть соответствие этой пурни этому джайпур ну и соответственно пура это гора крепость изначально крепость а потом уже город да и что-то какому русскому слову соответствует пара у залезняка будет записано иначе это индийский способ называния этого корня а у залезняка он будет записан на 321 странице как пар и не про вот опять-таки согласно безумной нерукте вот слово пуша происходит как раз от пур пур и иша куриша ушах то есть владыка города владыка крепости по смыслу подходит вот то что класс класс три по 1 мы под спасать защищать спасать спасать тут никого не спасать то другой корень это то что при при даже на я бы сказал саш саш громче наполнять совершенно верно наполнять и потом подчеркнуто часть пол то есть полный и пурно это об одном и том же смысле это чисто этимологически родственные слова ура и ати наполняет питает то есть видите английского full full это не просто по смыслу слова а это родственное слово однокорневое да то есть как бы исторически у английского и санскрита один первоисточник и поэтому санскрите он стал а в английском стал full однокорневые поэтому обыгрывается полнота как она обыгрывается нет урна она урна то есть здесь чистая грамматика понимаете здесь нету эзотерики здесь все построены исключительно на грамматических формах вот идет пурнат окончание от все отложительный падеж облотив хоть ты тресни хоть ты дважды провидец но это грамматика здесь не рыбка бы она никто ее не отменит и она помогает приблизиться нюхнуть нюхнуть только понюхать вот это постигнуть не даст это но запах запах почувствовать можно урнат пурном удачаты возникла из полноты полнота возникла возникла возникает урнася пурном адая полнота из полноты зайдя когда изоткла у урна пурна пурном овощи щеты полнота полнотою осталось даже не осталось может остается и полнота из полноты зайдя полнота полнотой остается вот еще такое значение которое мне нравится как след смысле остался след от остаток потому что шиш останется полнота тоже да да а еще я слышал что это читают как молитву перед едой как обращение к на пурне нет к на пурне там другое немножко молитву перед едой она пурна читать следующим образом она пурные сада пурные вот она пурна сада пурна о богиня на пурно полный перепутаешь это не проблема олег подберет олег как патефон который всегда с собой то есть просто а плейлист на ю тубе медленнее работает чем олег тоже есть какая-то фраза для перед пищей там произносить это какая шлока я сейчас я скажу это это по моему либо 14 либо 17 глава она есть она ликушиной но я ее помню конечно агамбай швана работа пронинам дэга машетана пронапана сама и там по камня нам вот и перед ней еще одна шлока это из пятой главы бромар по нам бромаре бромар но это есть подношение и это есть жертва про магнобра монаху там на огне брахмана подносится жертва опять таки видите тут переосмысление у паниша у ведических всех этих вещей а вот про моего тенаган тавиам про макарма сама гена вот и кто пребывает как бы в понимании брама брама с брахманом соединяется в сама цель и далее играется агамбай швана работа я становлюсь огнем байшванарой пронинам дэга машетана охватывающий всех живых существ дышать дышащим буквально пронинам вот пронапана сама юхта в соединении с пронапаной вдохом и выдохом я перевариваю пачами анам чатур витхам я перевариваю пищу четырех видов четыре вида пищи это те которые можно грызть есть пить сосать и в общем есть пить сосать и грызть но духовная пища здесь тоже имеется ввиду это тоже относится к духовно как духовная пища но в каком-то смысле дня нам она знание то есть пища сказано в шива сутре шариром хави тело это есть жертва поэтому огонь байшванара что это за огонь байшванара это желудочный огонь огонь и в манипура чакре в желудке вот который переваривает пищу да и разгоняет тепло вот это вот поэтому по тем тепло которое разлита по всему телу вот это огонь байшванара но также помимо всего прочего он издает и звук на дугу шум огня байшванара горящего в желудке жертвенник вот это это шума то от этого самого жертвенного костра огня байшванара который горит в желудке и собственно говоря об ритуальное вкушение пищи она и подразумевает что так сказать жрец или там что жертвы или он визуализирует что жертвенник находится у него в желудке и он подносит эту пищу вот произнося вот эти мантры тоже совершает как бы внутреннее жертвоприношение огню вайшванаре вот и соответственно он говорит про на ясла а по на ясла а удано ясла а ясла а самана ясла то есть огню праны огню опаны огню яны огню саманы огню данный с вага с вага с вага вот и затем вкушает у пищу он становится причащается становится единым и садится и как бы некое время сидит молча созерцает тишину свое единство я-я-я-я пища ахоманного ахоманном ахоманном а долгом я пища я пожиратель пищи вот и так далее вот я я сам пищи я пожираю почему спасибо а почему считается что в тот момент когда пища принимается становится нечистой что это значит ну кто а ну это уже такие установки такие позди откуда это что это я не поняла вот это и смрите что называется это смрите вот это уже не шеруть это смрите вот как говорится предание старцев я я думала это относится к этикету там у них свои законы но это есть этикет это смрите это вот ну да законы и законы потому что вот как бы начали себя брахманы высшие касты вот огораживать вот этим вот самым как вот свое время придумали понятие такое ограда вокруг закона у евреев там такое появилось понятие чтобы гать соблюдать все законы надо вот в общем как бы придумать создать дополнительные законы чтобы не утерять и соблюдать ну и так это ограда разрасталась но вот такой вот путь вот этой самый кармаканды такой законнический и ритуалистический вот мы почти мы почти закругляемся но по моему это пурно пурно можно послушать и хотя бы подожди олег а ты можешь что ли исполнить ее получается и некрасиво расчленить ее на части да ты можешь по-разному зачитать пурно просто и на сегодня будем считать что мы насладились интеллектуально перевоспитались переплавились и готовы уже просто послушать по моему уже мозг давно уже растаял если у нас же и присутствовал изначально да ну просто не может несколькими способами просто вот эту штуку прочесть и собственно считать что мы открыли летний сезон летние джазовые так сказать ом Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Десять часов это уже железно То есть за десять минут до десяти Если мы не начинаем собираться, мы не соберемся в десять Поэтому я вас прошу, начинайте настраиваться на чуть раньше Чтобы в десять уже железно Просто потому что я не хочу в час ночи заканчивать Хотя бы просто психологически Спасибо До свидания Спасибо До свидания Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok